Не знаю, как донести до матери, что она не должна говорить оставшемуся с ней на земле внуку. Не бойся, не реви, ты же мальчик, ты ж мушик, а мужики ничего не боятся, что ты плачешь как девчонка, мальчики не плачут и так далее. Какого хрена? Почему, если он мальчик, то должен подавлять свои эмоции с малолетства? Это почему только девочки имеют право на чувства, а мальчики нет. Он же только мальчик, а не робот. А потом удивляются, откуда у нас столько ушлепков, которые на людях копят в себе говнища, а потом выплескивают его на домашних. Но как донести это до нашей бабушки, моей матери, да. Да еще из дальнего космоса, что и я залетела по малолетству, и что. Ржавое сердце опять залатали. Чтобы чут барахля, я ходил словно робот. Мама, я всегда широко улыбаюсь. Чтобы никто не увидел, как сломаны ребра. Космопанк, говоришь? Ага, а я вот пытаюсь зайти на один прикольный сайт в космоните, а там капча, и у нее только один вопрос. Докажи, что ты не робот. Как? А мне уже не капча, некая сущность бряк. Живи эмоционально полноценной жизнью. А можно просто отметить все фотографии с пожарными гидрантами. Капча, явно недослужащая. Что такое пожарный гидрант? На какой такой развале не носит вас по дальнему космосу? Мне страшно по ночам, я простыню коленями горбачу. Лицо топлю в подушке, стыдно плачу. Что жизнь растратил я по мелочам. А утром снова так же ее трачу. Три месяца не была в офисе. Поставили в тупик самые простые вещи. Холодная вода в правом или левом кране. Моя ли это кружка? Казалось, она была больше. Что еще за пароль от учетной записи? Скажите моей матери, что я не робот, я не могу делать сто дел сразу. Я и без этого устаю. У меня тоже может что-то болеть или я могу чувствовать себя плохо. Я тоже могу быть без настроения. И, кажется, у меня есть душа. Эмоциональный коуч робот Шарки делает заключение. Я тебе отвечаю, Косимора, ты принята в команду. Ты, робот, детка, робот-пилот второго квалификационного класса. Предполетный зачет сдан. Время впадать в длительный космический анабиоз. Нет, ты не пробудишься человеком, но всегда будешь способна их утешить. Этих белковых, этих беспутных антропоморфных, в тебе решительно присутствует сострадание. Но ты не сильнее их, ты просто прочнее, хотя и способна стать им симбионтом. Ты и они, но когда-нибудь у вас все получится, и из симбионта ты превратишься в друга. Субтитры создавал DimaTorzok